Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас райское театральное интервью в студии Екатерина Орлова. И Михаил Кириллов у нас в гостях руководитель театра «Понедельник выходной» Сергей Дроздов и артисты театра Роман Лещук, Ксения Белозерова и Кристина Кропанцева. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Так, ну у нас, во-первых, замечательный повод. Премия, парадис, дали вам за спектакль, подонки. Рассказывайте, четыре награды какие? Рассказывайте. Рассказывайте. Кто что получил? Кому дали по заслугам? Для начала это голосование зрителей было, и мы заняли, получается, первое место по зрительскому мнению. В каких номинациях за что получили? Это отдельная номинация. Это вообще лучший спектакль по мнению зрителей. И плюс три награды от жюри. Это, получается, главная мужская роль, главная мужская роль второго плана. И вот третью номинацию я не помню. Наверное, главная женская роль. У меня записано, если что, поэтому... Только ты зачитай так. За новаторский театральный проект награжден спектакль, подонки. Главную награду разделили два театра. То есть его дали Старому дому и нам. Им дали за репрезентацию классики, а нам за новаторский проект. Ну, это как бы, по сути, лучший спектакль. Вот так. Да. Я сходил на один спектакль за 15 лет и попал на лучший спектакль. Вот так вот. Вот видишь, как тебе повезло. Повезло. Да, счастье. Ожидали вообще? Нет. Не ожидали? Нет, не ожидали. Мы очень хотели участвовать в этом фестивале. И наша программа «Максимум» была именно участие в нем, попадание в этот фестиваль. Потому что, чтобы попасть к государственному театру, им ничего не нужно. Им нужно заявить, что они выставляют на эту премию. А чтобы заявиться частному театру, нам нужно пригласить к себе жюри, чтобы они нас отсмотрели и единогласно проголосовали за попадание просто туда сначала. То есть сначала экспертный совет смотрит, и потом тогда уже приезжает к нам жюри, уже смотрит жюри. Вот. И вот наша программа «Максимум» была просто попасть на него, чтобы посоревноваться с другими театрами. Вот. Это мы сделали. Ну и единственное, на что мы рассчитывали, на самом деле рассчитывали, потому что мы видели голосование, это на зрительский приз. Вот. Поэтому мы там за два дня мы понимали, что мы в лидерах и как бы остаемся пока в лидерах. Вот. И на это мы как-то претендовали. Больше я лично ни на что не претендовал. То есть вы не думали, что выстрелит прямо в четырех направлениях? Я вообще не думал этого. Я очень порадовался, как только получили мы второго плана. Потом я еще больше порадовался, когда мы за главную мужскую получили. Ну и последнюю это вообще никто не ожидал совсем там. Какая-то какая-то удивительная. А получается вот на самой премии оценивают не зрители, а оценивают именно жюри, там специалисты, да? Двое из Москвы, один из Санкт-Петербурга, двое из Новосибирска. Известно, кто из судьи какие мнения высказывал или это были какие-то закрытые обсуждения? Нет, это закрытые обсуждения. Они предложили, кстати, на самом деле сделать какие-то обсуждения спектаклей, которые они отсмотрели. То есть после спектакля сразу по горячим там можно поговорить. Но это в смысле со следующего года, я так понимаю, что они хотят сделать интересным. Было бы. Потому что они сказали, что были большие на самом деле дебаты, очень сильно бились именно за спектакль, то есть за главную премию. Вот. Ну, как-то так. Какие вообще эмоции вот так вот неожиданно получили премию, главную премию театральной Новосибирской? Отличные эмоции. Именно так, я не знаю, мне кажется, я кричал громко. Один человек, увидев меня, сказал, у тебя глаза шальные. Понятно, что делать в этой ситуации. Ну, наверное, о спектакле давайте, во-первых, расскажем, ну, для зрителей, для тех, кто не был. Я так понимаю, вот сейчас сезон приостановился, но он будет этот спектакль. Да, мы вообще, мы планировали 12-го числа, то есть тогда, когда жюри посмотрели, планировали вообще закрыть этот проект. У нас после, ровно после премии... Вообще закрыть? Закрыть, да, совсем. Почему? Мы вообще предполагали, что мы сыграем всего 5 спектаклей. Мы уже сыграли раз в 5 или в 4 раза точно больше, чем планировали. Вот, и мы хотели его закрыть, потому что, ну, это временный проект. Есть приглашенные артисты, с которыми всегда трудно будет сводить расписание. Как минимум. Плюс зимой он в любом случае не может идти, потому что климатические условия не позволяют. А вот расскажите, почему. Да, давайте напомним нашим зрителям, что там хитрая конструкция такая. Хорошо, хитрая конструкция. К нам приходят зрители. Приходят к нам на Идренцепскую 73, корпус 2. К театру. Приходят и узнают, что мы их сажаем в два автобуса больших и увозим... В неизвестном направлении. На лесоперевалку, да. Вот. Привозим туда, ну, адрес я не расскажу, где это происходит. Там есть заброшенная котельная, то есть нефункционирующая котельная. Там они выходят, оказываются вот в этом пространстве, и там происходит спектакль. Сидят они на палетах, которые расставлены в круг этого помещения. Из помещения один выход, то есть зайдя туда, выйти можно только после спектакля. Артисты точно так же заходят и уходят из пространства только через одно место и выходят на улицу. Так как зима, выходить в летней одежде, а у нас по костюмам, да и даже не в летней, а в зимней, оказываться на улице не очень хорошо. Вот. Плюс, если зрители пришли в одежде, да, то есть в зимнем, они же зимой, да, то они где-то должны снять, потому что там отапливаем помещение. И если они его будут снимать, то надо куда-то вешать, в общем, это создает какое-то количество проблем. То есть мы его возобновим весной, тогда, когда у нас мы пуховички и шубы поскидываем, тогда и можно будет обратно ехать на дно. Там в спектакле просто потрясающая атмосфера, люди практически погружены в эту обстановку социального дна. Как вы вообще продумали эту концепцию, куда-то их вывозить, там, это не проще было сделать просто какие-то декорации в театре? Нет, не проще. Вот почему, как вот вы дошли до этой идеи? Почему не проще? Мы замыслили по весне этот проект и так потихоньку, на самом деле. Я понял, что мы, на самом деле, до момента репетиции, мы, оказывается, сильно заранее начали этот проект, потому что мы сначала решили найти помещение, которое будет соответствовать времени и месту. Почему не проще декорацию? Потому что, ну, такая декорация должна стоить, наверное, несколько миллионов тогда. Чтобы сделать ее максимально достоверной и погрузить туда зрителей, а мне не хотелось четвертой стены, то есть мне хотелось, чтобы зритель находился в том же самом пространстве, что и артист. У нас спят артисты рядом с... Да, чуть ли они на ногах. Да, прям со зрителями. Они находятся в одном пространстве. Это было важно. Чтобы мы, чтобы нет, вы там страдаете, а у меня здесь все хорошо. Нет, я здесь вместе с вами, мне не очень-то хорошо, на самом деле. Это выход из зоны комфорта, ну, как бы немножко растрясти людей. Вот. Это важно. А чтобы создать такое в театре, это требует, ну, больших очень денег. Вот. Потому что, чтобы сделать... Ну, и мне кажется, что, ну, не важно, сколько будет стоить декорация, вы, придя в театр, все равно понимаете, что это декорация, так или иначе. Да. А там вы оказываетесь в реальной котельной, там, реальные кирпичные стены, там, реальные сквозняки, реально дует, холодно и некомфортно. Да, да, да. Вот я как раз хотел спросить, как там играть-то вот в этих условиях? Это же сложнее? Конечно. Это клево. Замечательно. Это клево, конечно. Не, ну, сложнее. Что уж говорить. Я могу сказать про простые вещи, которые, как бы, ну, нет, ребята тоже в курсе, просто они уже, видимо, забыли, потому что они привыкли к этому, да. Играть надо в круг. Что означает? Ну, то есть, когда мы играем в театре, мы играем фронтально, потому что нам нужно играть вот они там, а сейчас нам надо играть в круг, потому что зритель и сзади меня, и сбоку, и с того боку, и по диагонали, везде, он везде, он кругом нас. Просто привыкли уже к тому, что их, ну, что все время в разные места нужно направляться. Вот. Ну, и как следствие, есть такая вещь, что далеко не все моменты зритель может увидеть каждый. Да. Кто-то увидел что-то одно, кто-то увидел что-то другое, потому что одновременно, параллельно идет действие в нескольких точках. А вот по поводу того, что зима, ну, точнее, сейчас не календарная зима, но в любом случае есть холодно. Ну, она ощутима уже. Вы бегали, то есть, получается, на улицу и там никуда не забегали? На улице? Есть куда-то. Есть у нас небольшое помещение, но в любом случае тебе нужно через улицу пройти, да, через сугробы и оказаться в помещении уже, которое более теплое. Но все равно постоянно не случалось там находиться, потому что нужно слушать, что происходит на площадке, чтобы не пропустить свой выход, поэтому мы практически на улице всегда были. Когда стоишь, допустим, слушаешь реплику на выход с курткой, сзади стоит человек, который у тебя принимает эту куртку, ну, чтоб ты поглазошел. Надо прятаться, чтоб никто тебя не увидел, там дверь открывается, ну, зрители зарядывают, видно. В общем, это вот сегодня у нас последние дни, да, такая погода там, 3 градуса. Да, мы играли в 22. Да, 20 с чем-то было морозово. Вот так вот, актеры – отчаянные люди. Ну, особенно арк-актеры нашего любимого театра «Понедельник выходной». Ну, напоминаю, что у нас в гостях «Понедельник выходной» и мы продолжим с вами общаться. Мы не заканчиваем. Мы не заканчиваем. Мы только прерываемся. Мы прерываемся на информационный блог. Да я хочу это сказать. Информационный блог. Тебе нельзя. А потом продолжим. Друзья, мы продолжаем наш разговор. В гостях у нас театр «Понедельник выходной», творческий коллектив, которого получил целые 4, получается, премии «Парадайс». Называй их просто «Подонки». Да, да. Да, да. Ну что ж, «Подонки», обсудим ваш спектакль. Спектакль с одноименным названием «Подонки». Да, надоело. По пьесе Горького на дне. Но почему изменили название, несмотря на то, что текст у вас все-таки сохранился тот же? Ага. Ну, я решал это делать, да? Менять название «Подонки». Если заглянуть в этимологию слова, то все верно. Это низший слой, оказавшийся на дне. Мы ничего сильно не меняем. Вот. Там нет, там два, на самом деле, названия, то есть, оказавшиеся на дне и слой населения прямо, то есть, социальный слой который. Вот. Поэтому я… Мы не сильно-то изменили. Ну, чем не устроило название Горького? Почему все-таки решили поменять? Ну, чтобы, наверное, привлечь как-то. Да, чтобы было понимать, что это что-то другое, во-первых. И важно, на дне – это место, а «Подонки» – это люди. Вот. То есть, вместо, получается, зрительский, как бы, фокус, да? Переход зрения на людей. Да, да. Мне хочется про людей, а не про то, где они оказались. Вот. Потому что про то, где они оказались и как они оказались – это, конечно, очень важно. Но хочется, как они там себя сохраняют, или как они себя там позиционируют, как себя ведут и так далее. То есть, хочется про людей. Вот. Что поменяли, кроме названия? Ой. С одной стороны, ничего, а с другой стороны – много. То есть, мы не меняли ничего в тексте. Угу. Я не люблю менять текст. Я стараюсь сохранить, особенно, если это классика. Не надо, как когда-то на фестивале одному режиссеру сказали, не надо подскальзываться на классике. Вот. Не люблю ничего менять, потому что должно быть… Как написано. Как написано, да. Ты можешь концептуально, каким-то видением, что-то там внутри делать. Вот. Что? А, по сути, изменили, на самом деле, много. Сейчас объясню, что. Ну, например, Лука, который у нас получил роль второго плана. Не понятно, правда, почему второго. На самом деле, никому не понятно, потому что мне казалось, что я выстраивал центральную роль. Вот я, кстати, тоже не понял, почему это второй план. Ну, потому что сильно хотели дать ему. Поэтому дали ему. Я так предполагаю. Не знаю. Честно, не знаю. Да, не суть. Вот. Он… Сильно изменена такая… То есть, мне было принципиально, чтобы он… Именно он убивал… Костылева. Я, кстати, вот этот момент вообще пропустил. Мне потом сказали. Вот. Как он убил? Розочкой, да. Ну… Ну… Вот. Было принципиально, чтобы он убивал Костылева. Угу. Чтобы… Потому что… Все считают… Да. Что его убивает… Как его зовут? Пепел. Пепел. Соленый у меня в голове. Соленый – это из трех сестер. Нет, нет, нет. Просто все смешались. Я почему-то соленый вспомнил, а соленый – это вообще из трех сестер. Не суть. Вот. Все считают так, хотя подтверждения этому в тексту нет. Ну, оно да. Потому что там нигде не написано, что этого он убил. Все видят, как он упал. Да. Но никто не видит его. После того, как здесь оказался пепел, никто не сказал, что это он убил его. Вот. Я считаю, что как раз Лука таким образом освобождает пепло от этого греха. И берет его на себя. Почему после он, собственно, исчезает сразу? То есть после этой сцены больше Луки нет. Ни одного упоминания. Никак он… Нигде не написано, почему он ушел, куда ушел. Ну да. И так далее. То есть раз – исчез человек. Убил – исчез. Все. Потом у нас он освобождает Анну. Тоже это не все далеко видят. Кто-то видит, кто-то не видит. Как он ее душит. Угу. Вот. Вообще она умирает сама в пьесе. Ну, в разговоре с Лукой это происходит. Здесь он просто ей немного помогает, чтобы не мучилась. Вот. Вот. Это измененный. Потом у нас барон. Есть изменения небольшие, потому как у нас не все персонажи на дне есть в подонках. У нас несколько персонажей, как я считаю, функциональных абсолютно, потому что если их изъять из этого сюжета, ничего не меняется. Значит, это абсолютные функционеры. Вот. Я отдал тексты барону. И у нас вместо диалога… Барон это… Это персонаж. Это персонаж. Не просто Романа так называется. Ха-ха-ха. Да-да-да. Вот. И у нас вместо диалога есть его монолог такой вот этот сумасшедший, когда он говорит «не было, не было это». Это ему в противовес вообще-то говорят, а у нас я отдал ему. И это такой больной монолог. Такой немножко на грани патологии. Вот. Ну, это тоже принципиальная вещь, мне кажется. Я очень люблю вообще такие штуки делать. Когда из диалога сделать монолог. Вот. Когда человек сам с собой разговаривает и с собой разбирается со своими проблемами. Вот такая штука. Вот, кстати, к барону хотелось бы обратиться. Вот, когда я смотрел спектакль «Подонки». Ваша милость тогда. Ваша милость. Там вот, когда засыпаешь, получается, и у тебя упал бучок. И там на картон. И там начинался пожар. При этом все артисты не обращали вообще абсолютно на это внимание. Абсолютно нормально. Конечно, Михаил. Искусство. В самом деле, все логично. Как раз в это пространство, оно позволяет в том числе и такие вещи. То есть идея в том, чтобы… Человек, пьяный человек курил, бросил дучок и пошел заниматься своими делами. А, самое главное, я забыл. Самое главное, я забыл, что мы изменили. Мы изменили финал. Так, что? Ну, в Горьковском на дне вешается актер, и все. Ну… У меня умерли все. А, точно, да. Причем… Я их убил, получается. Эпично очень умерли. Вот, да. То есть они травятся. Но, на самом деле, это тоже всем объясняю очень простой вещью. Это логичный финал их всех. То есть я просто сжал время в данном случае. То есть я не стал… Ну, мы можем подождать полгода, и это все равно произойдет. Они все равно все там, потому что они пьют непонятно что… Ну, да, понятно. Живут непонятно где и так далее. Это все равно произойдет именно… Ну, примерно так. Так или иначе. То я просто сжимаю и делаю это в последней сцене. Ксения, Кристина… Кристина, Ксения, расскажите, что для вас самое сложное вот в спектакле было? Свою историю. Да. Как бы знакомились со своими персонажами и уживались с ними. Да, в принципе, не бывает ничего-то, что достается легко. Для меня как бы всегда сложности. Сложности – это интересно, когда через них переступаешь, что-то пытаешься как-то делать. Ну, в принципе, сцена моя единственная тоже была. А персонаж какой, во-первых? Я играю Настю. Настя – это девушка легкого поведения в спектакле. Сергей Николаевич вместе со мной пытался добиваться, чтобы сцена была, приходилось ему и… Ну, как, повышать… Кричать. Ну, да. Кричать. Доводили. До слез. Ну, на самом деле, только так, наверное. Зачем доводили актрису? Это такой метод взаимодействия? Сергей Гришков, она всегда плачет. В данном конкретном случае – да. Так, это метод. Как-то так выходит, что… Отвечайте на вопросы! Это действует? Это очень действует, на самом деле. Я не знаю, на какие кнопочки он там нажимает, но так выходит, да. Во всех спектаклях я почему-то плачу, на самом деле. Не знаю, наверное, это лучшее, что у меня получается. Ксения? Так мы еще не узнали, как с ролью… А я уже хочу дальше. Ну, ладно. Да-да-да. Как-то все происходило, как вживались в роль. Просто она так смотрит, что ли? Уже довели человека, да. Ну… Я просто думал, Кричине нужно проплакаться. На самом деле, сама атмосфера. Потому что туда приходишь, и уже сразу ты какой-то там местный. Сразу хочется быть таким… Да, атмосфера навеет очень много. Ага. Так, 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 так. Чисто технически я могу сказать, что вот когда было минус 22, представьте себе, что, ну, Кристина, она полностью обнажается. Ну, уж прям… Полностью. Она… спектакль начинается с нее. Сцена душа. Ну, как полностью-то? Полностью. Она поливает себя. Я думал, как я ее пропустил. Костя, Михаил, ты шел в спектакль в телефоне, что ли? Просидел? Ты… Ты так удивляешься. Вода холодная. Понимаете? А, холодная? Холодная вода. Там полное погружение, да, идет. То есть, все холодно, да. То есть, как… Холодная вода из лейки на себя, потом выкирация. Просто, видимо, не со всех сторон видно. Да, там у меня… Нет, не видно… Да, в том-то и дело, что… Очень важная штука, что видно не со всех сторон. Кто-то видит… То есть, не теми ставятся. Кто-то так душат Анну. Кто-то видит повешенного артиста, актера в финале. Кто-то не видит его вообще. Я просто догадался. И так далее. То есть, мы, в принципе, все не видим всей картинки. Мы видим частично. Так же, как и в жизни. Мы находимся… Ну, как бы… Мы можем выбирать объекты. Я специально делаю несколько параллельных действий. Угу. Ты можешь смотреть туда, увидишь это. Можешь смотреть туда и увидишь совсем другое. Ну, тогда целостная картина не получается или нет? Нет, получается. Получается. Вы все получаете примерно одно и то же впечатление, но посредством разных объектов внимания. Ага. Ну, и все-таки, Ксения, расскажите о ваших сложностях. Давай. Не, на самом деле, было очень сложно. До сих пор сложно. Потому что я понимаю, что еще предстоит снова все играть. Вот. Но я очень рада, потому что роль, правда, клевая. Она очень сложная. И каждая сцена, она очень сложная. И приходилось себя прямо ломать. И ребята, например, знают, что ко мне вот перед спектаклем, да, и вообще в этот день вообще лучше не подходить. Потому что мне говорят, что в меня поселяется Василиса Карповна. Вот. Я могу и врезать, и нагрубить. Ну, и да, действительно… Василиса Карповна сейчас с нами? Нет. Нет. Просто немножко так. Нет. У вас как? Да. И, на самом деле, эта роль очень помогла мне в других спектаклях. То есть до этого был спектакль «Оглянись во гневе». И я тоже очень долго думала, как играть, да, там. И я была очень мягкая, да, Сергей Ильич? Да, да, да. Вот. И когда мы начали работать именно с подонками, и уже прошла премьера, и когда начали играть просто «Гнев», я поняла, что «Гнев» – это так легко по сравнению с тем, что было вообще. А так, это опыт, это очень клево. Я испытала вообще прям душевный восторг, потому что ты работаешь не только с артистами, которые с тобой в театре, а также с артистами, которые имеют большой опыт, да, в театре, и они разные, и всегда какой-то новый подход, и всегда какая-то новая работа. Это очень интересно. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз поздравляем вас с премией. Желаем дальнейших творческих успехов. Напоминаю, что у нас в гостях были руководитель театра «Понедельник и выходной» Сергей Дроздов и артисты театра «Роман Лещук» Ксения Белозерова и Кристина Кропанцева. Спасибо вам. Спасибо.